Мы продолжаем комментировать квалификацию старшей серии с 13 сезона у микрофона, как всегда, я Доггер. Ну и начинается у нас встреча, точнее продолжается у нас встреча, это две великолепные команды Ченс и команда Wait for It. Первая карта досталась команде Ченс, ну и сейчас у нас видим интересные, кстати, очень пики, давайте без каких-то предисловий смотрим сразу Ченс. Забирают у нас Клакверка и Аппарата, очень интересное решение, и мне кажется, что Ченс что-то знает об этом персонаже, если они его забирают на первой стадии пиков. В бан у нас отправляется от этой команды Туск, Товарищи Виверн, Брутмазер и Антимаг. В принципе, баны максимально стандартные, Герокоптер также заходит, тоже стандартный персонаж. И Wait for It, тоже интересный пик, Лина Шейкер, Фантом Лайнсер и сейчас четвертый пик в бан отправляется Баунти Хантер, Лишрак, Шторм и Эмбер Спирит. И по-настоящему, по-настоящему Лина, скорее всего, будет в роли саппорта, хотя неизвестно, кто еще будет командой Ченс в роли мидера, поэтому говорить о предикшенах что-либо сложное. Но Бара точно отправится в сложную линию, очень интересные пики. Просто крайне решили немножко удивить, хотя бы немножко изменить пул героев в квалификации, потому что в основном заходят всевозможные Герокоптеры, Лишраки, Антимаги, Виверны, Тузки. Но все-таки дело-то понятное, все-таки мета у нас не так быстро меняется, все-таки после Интернешнл прошло совсем чуть-чуть, и поэтому меняться мете пока что рановато. Я напоминаю, что параллельно у нас идут трансляции других игр в квалификации Star Series 13 сезона. Это StarLadder 1, StarLadder 4, StarLadder 3, StarLadder 6, StarLadder 7, StarLadder 8. В общем, огромное количество игр освещается студия StarLadder TV, поэтому заходим и смотрим. Ну и здесь мы именно наблюдаем за Ченсой Wait For It. Напоминаю, что все встречи проходят в формате Best of 3. Sand King заходит. Очередной пик. Очень интересные от команды Ченс, то есть по два персонажа нестандартных в нынешней медиа, то есть аппараты Sand King, Phantom Lancer и Барра от команды Wait For It. В принципе, это неплохо. По крайней мере, не будем наблюдать обычную доту необычных персонажей, здесь будет более что-то интересное. Но, кстати, у Ченс проглядывается какой-то комбо-брейк и им не хватает сейчас стяжки. Им не хватает какого-то мидера, есть два саппорта, есть хардлайнер, есть кэрри в виде гирокоптера. А вот мидер со стяжкой... А что если Магнус? Очень смелое решение, будет трудно крепаться Магнусу в последнее время, все-таки у нас мета таких агрессивных персонажей, агрессивных пиков. И поэтому Магнусу тяжело стоять на middle lane, но здесь у нас банят Queen of Pain, да, тоже подходит под комбо-брейк, но стяжки тогда нет. Или если стяжка в виде клокверка, но это такая себе по-настоящему стяжка. А у команды Wait For It здесь у нас не хватает, конечно же, саппорта. Или кэрри, кстати. Нет, или мидера. Прошу прощения, то есть у нас Лина может фарм... может, точнее, саппортить, может отправиться, в принципе, и в middle lane. Но банят, опять же, инчу. Вот что-то Ченс знают об этой инче, но вот только что. Возможно, это какая-то короночка от команды Wait For It. Ну, сейчас посмотрим на последний пик. Напоминаю, что на пике Банни сидит у нас Мата от команды Wait For It. Вот здесь Татх. О, Даззл! Отлично, отлично заходит Даззл последним пиком, саппорт. Значит, Лина у нас отправится в middle lane, и Шейкер будет ей активно помогать. А кого же мы увидим от команды Ченс в роли мидера? Я жду Магнуса, аж хоть это и не стандартно, но стяжка всё-таки нужна. Или какая-то другая стяжка. А если Dark Seer в middle отправить? Хм, мне кажется, это ещё никто не пробовал, и пробовать лучше не стоит. Но было бы интересно посмотреть по-настоящему. 30 секунд дополнительного времени остаётся, и SF заходит последним пиком. Решили не мудрить с комбо-брейком, и забрали себе очень сильного мидера, тем более против Лины. Купить бы SF у Pullman Shield, и отправиться на middle для всей идеальной картины. И сейчас у нас игроки рассаживаются по своим местам, по своим персонажам, и уже совсем скоро мы перейдём на карту. Напоминаю, две команды. Ченс, Wait for It, у микрофона и Адогер. Квалификации Star Series 19 сезона. Вторая игра. Первая игра у нас досталась команде Ченс. И теперь у команды Wait for It просто нету права на ошибку. Перешли уже на карту. Давайте ещё раз поприветствуем игроков. И начнём мы на этот раз с командой WFA. Валик сегодня выступает у нас на линии. Мата, товарищ Дазл. Фолдерин, это Бара. Это VX, Фантом Ланцер. И 1Q, 2, Double, 3, A. Это у нас товарищ Шейкер. Очень интересный никнейм у Шейкера. Ну и давайте теперь поприветствуем команду Ченс. Оннир, это Клакверк. Геррокоптер Runway. Товарищ, выступающий на СФ, это капитан команды Ченс. Айм Снэкинг. Мэджор, товарищ Сэнкинг. Ну и на топе у нас будет аппарат Птатх. И, кстати, неизвестно, кто у них капитан, а кто у них координатор. И мне кажется, что Птатх у нас отвечает за пикабаны и отвечает за координацию в команде Ченс. Ну и смотрим. Сейчас у нас, похоже, на топе будет какая-то стычка. Но вот какая. Немножко отдалим камеру, чтобы было лучше видно. И подошли, кстати, обе команды. На боте здесь у нас находится Фантом Мастер. Очень слегка, кстати, стоит. Здесь у нас стоит тем временем Клакверк. Но вот на топе будут обе команды стараться забрать Эту руну. Эту великолепную баунти-руну, которая в самом начале дает аж 100 голды и 100 опыта. Отличный буст по своей сути. Ну и все-таки перетянулись на бот. Решили Сэнкингу выбивать на боте руну. Варик в итоге подходит очень смело и забирает себе баунти-руну. Да, Эталина у нас будет медовая. И с лейнапом все абсолютно правильно стало после последнего пика. Отлично. Есть у нас зернышко победы у Ченса. Вот, видимо, наверху. И у ВФА, повторяюсь, нет права на ошибку. То есть, если они проигрывают, они выбывают с квалификации и теряют возможность еще побороться за слот в Star Series 13 сезона. Здесь у нас Лина. А здесь Сэнкинг. 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 Видел все. У нас валик. И просто отошел. Просто отошел. И начинает, кстати, активно дамажить этих двух. Персонажей. А Сэнкинг активно пугает. Здесь у нас Аппарат. Вместе с Гирокоптером противостоят Барри. На боте у нас противостояние Клакверка, Фантом Лайсера. И, конечно же, Дазла. Шекер делает стаки. Как много саппорта стали уделять стакам. То есть, здесь у нас уже Сэнкинг делает. Но Сэнкинг, кстати, делает, скорее всего, для себя. Есть Шекер. Уже подошел. Есть подкоп. Фиссура моментальна. А Койлы будут? А Койлы есть. Но делать их нет смысла. Потому что, скорее всего, кто-то погибнет. И, скорее всего, это будет кто-то из команды Ченс. Потому что они немножко даже потоньше, наверное. На топе. Тем временем Бару могут зацепить. У него есть почти второй уровень. Уже есть. И можно что-то придумывать. Здесь Клакверк тусуется. Коги периодически ставит. И, в принципе, неплохо идет по фарму. И посмотрите. Ченс. Они очень хорошо крепаются. Фантом Лансер очень сильно просел. У него три крипа. То есть, он с самой первой пачки уже два крипа пропустил. А у нас минута сорок на таймере. А это означает, что он пропустил очень много крипов. То есть, у него пять крипов. Он пропустил уже одну пачку. Точно. Так, ну что здесь у нас? Здесь у нас ССФ продолжает крипаться. Кстати, на топе у нас Сенкинг принимает дабл дэмэдж. И валик немножко, мне кажется, расстроился. Мэджор. А подкоп будет? Если будет подкоп, можно, в принципе, и Коэлов раздать. Коэлы есть. Первый, второй. И это Ферстблат от команды Ченс забирают у нас Лину. Шейкер приходит на миддл, но немножко поздновато. Не успел помочь своему товарищу миддеру, к сожалению. На топе тем временем у нас Бара. Бара продолжает воевать. Так, ну а что же? Что же у нас будет на этой карте? Здесь, кстати, Девардил товарищ Мата. Использовал два Сентри Варда, но зато теперь может делать отводы и помогать Клакверку получать дополнительный опыт. Ну и, возможно, даже голду. Если постарается. Давайте смотреть. 40 голды. Отлично. Отлично отыгрывает у нас Мата. А здесь у нас Мэджор продолжает делать стаки. С Энштормом это все дело фармит. И совсем скоро у него появится даггер. Уже имеется аж 830 голды. Активное перемещение от ВФА. Здесь у нас Шейкер подошел. И вот проблемы сейчас будут у СФа, скорее всего. Хотя крипов нету и выход под Т1 Тавер очень серьезное дело. И, скорее всего, его не будет. Ну вот СФ, мне кажется, что-то знает. Есть Фиссура. Есть Стан от Лины. Попадает. Очень больно СФ. У СФ Койлы раздает. Пытался как-то надамажить Шейкер, чтобы сделать размен. Но в итоге 147 ХП осталось. И буквально одного Койлы не хватило. Или сколько там на втором уровне? Именно 175, боже мой. Совсем чуть-чуть не хватило. Бара чувствует себя некомфортно на этой линии. У него третий с половиной уровень. А у Клакверка уже четвертый с половиной. Обгоняет буквально на уровень. Гирокоптер очень идет хорошо. По Крипстату 22 на 6. Второй уровень, когда у Фантом Лазера 18 на 3. 19 на 4 у Лины. И СФ просел за счет того, что он погибал. Здесь у нас Абсидер Варвард. Пингует что-то активно. Клакверк продолжает ставить свои великолепные Коги. И в принципе это нормально. Фантом Лансер. Воюет. Здесь у нас Гирокоптер. Хорошо. Хорошо. И заметили то, что команды еще более аккуратно начали играть. Здесь у нас Лина возвращается вместе с Шейкером. Но СФ буквально чует. Чует этого Шейкера. И отходит моментально. Сэнд Кинг. Готов фармить. Получается сколько здесь тройной стак. Еще и богатые такие сатиры, которых очень приятно убивать всем лесным фармилам. Фармилам. Ну и Урсы с Кентавром. Которые уже не совсем приятны. Здесь нас Дазла буквально прогоняют. Нейтральные крипы достаются. Сейчас скорее всего Клакверку. Еще и Дазла может в принципе погибнуть. Есть конечно Грейв. Фантом Лансер уже подошел. Есть ракетка. Грейв прожимает. И в итоге у Клакверка сейчас могут начаться проблемы. 169 хп. Выезжает ВФА из СМИДа. За Клакверком. Но они просто не успеют по таймингу. Хотя есть Хастаулины. Есть Хастаулины. Отпивается фласочка у нас товарищ Клакверка. Есть Фиссура. Не отрезает. Мисс. Мисс работал. 49 хп. Тычка. 19 хп. Прохиливается. Банка. Коги не успел поставить. И в итоге это фраг для команды ВФА. Абар у нас уже делает разбег на товарища СФ. И отменяет последний момент. Все-таки побоялся. Здесь нас видят вард. Валик. Лагуна. Даблкил оформляет для себя. Непонятно почему. Видимо очень мало времени прошло между убийством Клакверка и убийством аппарата. Здесь у нас Фолдорона пытается убить. В итоге триплкил оформляет валик. Отличное начало для команды ВФА. Миллер просто получает огромное количество опыта. Получает также себе в подарок Фейзы. И Лагуной будет шкваркать очень часто. Ну по крайней мере в начале игры. И уже есть у него четыре врага. И одна смерть по-настоящему. Лина участвовала абсолютно во всех врагах. И смертях тоже. Команды ВФА. Ну такая интересная статистика от нашей великолепной Лины. Валик просто великолепно отыгрывает. Онир. Как же больно все-таки от Стана. И здесь Коги все-таки поставил Клакверк. В итоге отошла Лина. Не стала рисковать. Здесь у нас СФ уже подошел. На топ тем временем перемещается Бара. Бара готов делать разбег. Здесь у нас скорее всего Клакверк. Подойдет. Ну должен же подойти. Или он перемещается все-таки на бот. На бот переместился. Фантом Ластер здесь продолжает фармить. И все равно не может догнать Клакверка по Крипстату. Почему же Клакверка? Гирокоптера. Что же я так... Ошибаюсь. Ну давайте смотреть дальше. Лина Крипается. Здесь у нас ничего интересного не происходит пока что. Ну и команды решили немножко передохнуть между экшеном и экшеном. В принципе это нормально. Так ну что у нас на боте. На боте у нас Клакверка пытались как-то подцепить. Даггер кстати у Сенткинга. Отличный тайминг. 7.30 на таймере. И сейчас нужно максимально быстро реализовать свой эпицентр. Шекер тем временем стоит. У него огромный рейндж фиссуры. СФ перемещается куда-то под топ. На одного Бару. И Бару цеплять будет тяжело. Потому что у него имеется разбег и стан. И как бы он уйти сам по себе может. Довольно толстый персонаж. 929 хп. Еще и 6 армора у него имеется. Хотя вот допустим у Гирокоптера. 10. Еще больше. Начал плюсы качать. Нет, нет, нет. Просто уровень повышается. И армор соответственно тоже. Так, ну и смотрим. Пытается куда-то выйти Сенткинг. Сенткинг в итоге отправляется на бот. Под смоками. Кстати вчера мы это уже наблюдали. Он сейчас встанет куда-нибудь вот сюда. И будет затем уже врываться на противника. На фантом лансера. А здесь уже выход втроем. Под смоками. Эпицентр тем временем на фантом лансера. Подкоп. И в итоге все это задоджил дело. Фантом лансер. Фантом лансер его не убьет. А здесь уже фиссура. Гирокоптер погибает. Продолжается агрессия на аппарата. Пингуют активно на карте. Нужен вижен. И Бара сразу сделает разбег. Но пока что аппарата не видят. И в итоге прячется у нас аппарат. Отлично спрятался. И тем самым себя засейвил. Видно перемещение. Рисует на карте у нас ССФ. Где же находятся все-таки 3 игрока команды ВФА. А они находятся именно в этом месте. И этот вард абсолютно все доказывает. Фантом лансер. Пытались забрать фантом лансера. Ну вот не учли второй скилл. И тем самым потеряли эпицентр. Потеряли преимущество в неожиданности. ССФ продолжает крепаться. И тем самым немножко обгоняет Лину. Несмотря на 2 смерти. А у Лины 1 смерть и еще и 5 убийств. Все равно 100% присутствие во всех абсолютно фрагах и смертях. Десятая минута игры. Счет 5-1. Панетворс я думаю, да. Лина на первом месте. У нее есть фейзеры. Сейчас она покупает себе что-то очень интересное. Ставфа в Физердре есть. И скорее всего это будет какой-то Юл. Затем на втором месте у нас Герокоптер. Одна смерть у него. Потом у нас идет фантом лансер с барабанами. У СФ почти ПТ. Да, ПТ уже летит. Очень бедный, кстати, СФ по-настоящему на четвертом месте. Так, ну и смотрим. Бара. На топ баунти руне находится. И ждал чего-то интересного. Здесь у нас, кстати, интересный вард от команды ВФА. И он абсолютно все хорошо передает для команды ВФА из вражеского леса. Где очень часто тусуются у нас, например, мэджор, который фармил для себя Блинк Даггер. Здесь у нас очередной выход под смоками. Решили ВФА быть в роли агрессоров. На этой карте точно. Но и они будут, мне кажется, стараться до последнего. В итоге очень не вовремя выходит. Ченс снова везет. Или не везет, или от координатора. Хотя в лоб выходит мэджор, моментально Даггер. И он тем самым спасается. Здесь, кстати, 4 игрока Ченсы могли бы, в принципе, повоевать. Но все-таки решили просто сфармить стаки. И сейчас уже ребята разойдутся. В тем временем на миде у нас скрипается. И можно даже подпушить Т1 Тавер. А на топе 4 игрока. И на мид у нас летит Шейкер. У Шейкера есть и Хаслэм. Есть также Фессура. Вроде бы подцепили Сэнкинга. У Сэнкинга есть Эпицентр. Есть Даггер. Можно начать воевать. Здесь Клакверик пытается помешать Вантом Лансеру. И ему никак не помешать. По-настоящему. Ну, фармит и фармит. Еще и Доппингальгер. О боже. О боже. Доппингангер. Еще и будет спасать. Отлично. Отлично. Здесь у нас у Бара, кстати, Мидас. Очень серьезно. Аппарат с Сэнкингом выходит на топ. Будут сейчас у нас цеплять Бару. Но Бара все это ощущает так же. У них очень развита чуйка. Юл Улины. Здесь прожимает кулдаун. Может попытаться убежать. Но Геррокоптер оформляет фраг. Это второй фраг для команды Ченс. Сэф. С дабл дэмажем. Зашел в лес и просто фармит. Фармит нейтральных крипов. Потому что на миде его очень часто убивают. Вес смерти для мидера на 13 минуте это многовато. При учете, что всего 7 фрагов. Получается, Сэф погибал абсолютно во всех. Нет, нет, нет. Не абсолютно во всех. Все хорошо, в общем, у этого Сэфа. Давайте вообще посмотрим на статистику. Здесь у нас погибала в итоге Клакверки Геррокоптер. Еще аппарат. Вот как. Сэнкинг фармит. Но в итоге очень пассивная игра. Очередная здесь, опять же, пикселя не хватает. Сэф. Получает фиссуру. Клэл на обмен. Клакверк воюет. На Клакверка сейчас будут выходить. Но у него имеется хукшот. Есть также коди на единицу прокаченные. Поэтому трудно. Трудно забирать таких персонажей. Так, мы смотрим на топ тем временем. Три игрока команды Ченс. Ага. Бара. Бара сейчас у нас будет погибать. И он очередной раз погибает от Геррокоптера. В итоге сейчас у нас заход на Т1 Тауэр на топе. Здесь у нас Клакверк. Поставил. И, в принципе, ушел. Вот то, о чем я говорил. Забрать такого Клакверка крайне тяжело. Ну и что, давайте смотреть дальше. Здесь у нас на бот тем временем Лина. Лина продолжает дамажить Т1 Тауэр. Перемещение по карте от команды Ченс. Ребята спушили Т1 Тауэр на топе. И можно перемещаться куда-нибудь под миддл. Но варды так аккуратно поставлено, что именно планировали выйти куда-то под топ. На бот тем временем у нас валик продолжает проводить какую-то агрессию. И, кстати, по Нетворсу просел валик на втором месте. 6400-6500 у Геррокоптера. Напоминаю, что Геррокоптер это мейнкерри команды Ченс. И он находится на первом месте. А вот здесь, кстати, лейт потенциал у ВФА гораздо сильнее, чем в прошлой игре, допустим. И поэтому ситуация здесь очень равная. По Нетворсу видим то, что Ченс обгоняет команду ВФА на 1500 голоды. И по опыту примерно так же. Что же еще будет у нас валик? Пытается как-то воевать. С крипами, по крайней мере. По Нетворсу еще ИСФ обгоняют. Но у них очень ровная ситуация. Здесь у нас хукшот. Ой-ой-ой, какая ошибка от команды Ченс. Здесь еще и Юл, разбег. Сэнт Кинг цепляет Лину. Коги. Коги стоят. Обгоняют Лину. Задувка мимо. Здесь у нас еще и Бара. Бара врывается. Убивает Сэнт Кинга. Очень интересно. Очень интересно отыгрывают у нас ВФА. Понимают, что шанса у них на ошибку нету. Бара перемещается под мидл. Здесь СФ пытался как-то надамажить. И Бара сейчас будет делать разбег. А следом здесь у нас прилетела Лина. И все-таки отменяет свой разбег. Фантом Лайсер добивает Т1 Тавра на боте. И все хорошо. Команда ВФА. 7100. Есть у Гирокоптера. Продолжает крепаться. Есть у него Доминатор. Можно какого-нибудь Волка по-настоящему приручить. 30 дополнительного демеджа будет. 30% аура. И это было бы крайне полезно для команды Ченс. Все-таки здесь и СФ, и Гирокоптер. Ну и Клокверк, в принципе, тоже неплохо поможет ему. СФ. Крепается. Так, здесь у нас Сэнкинг. Продолжает делать стаки, но на этот раз не для себя, а, конечно же, для СФ. Ребята гуляют. Здесь у нас Шейкер тем временем фармит также крипов. И по-настоящему игра вот переходит в ту стадию, когда ребята понимают, что ситуация очень равная и пытаются аутфармить. Пытаются, но они фармят примерно с одной и той же скоростью, и поэтому аутфарм будет очень долгим, если они не будут драться. Минут 40 точно такого фарма необходимо, чтобы все вынесли корт-героя по 6 слотов. Там еще у саппортов 2-3 слота было бы для интересных файтов. Но вот у СФ уже появляется БКБ. И, кстати, ранняя БКБ, она не такая хорошая. Потому что лейтета у тебя уже 5 секунд всего останется. И посмотрите, на мид подтягивается Ченс. Выход в пятером, в четвером, прошу прощения, под Смоками. И похоже, что это будет выход на Рошана. Выход на Рошана, а здесь у нас встречают тем временем Фантом Блассера. Фантом Блассер Доппельгангер. Использует и спасается тем самым. И спасает тем самым Рошана по-настоящему. Алина добивает Т1 Тауэр на топе. И в ВФА действует на этой карте гораздо лучше Ченс. Но это пока что только начало. Сенкинг видит Дазла. Обмануть пытался, видимо, что поставили вард. Но у нас пауза. Лина отключилась. Кстати, да, немножко так интересно пролагало. Ну и давайте Немножко подождем. Пауза. Немножко подождемся. А пауза продолжается, у нас 19-ая минута игры, счет 6-3, графики тоже закрыты паузой, ну и мы давайте немножко подождем. А что у нас произошло-то, кстати? Команда вроде бы готова в FI, готовы снова сражаться. Ну и мы ждем. Да, вот вылетел у нас товарищ Валик, а чинс в итоге сейчас у нас не готовый. И поэтому у нас пауза продолжается. Давайте пока что пройдемся по вещам, которые у нас имеются на карте. Видите, мне даст, кстати, интересные убары. И сколько убары Нетворса? У бары 5000 Нетворса. В принципе, неплохой показатель БКБ УСФ, как мы это уже видели здесь у нас Даггер. Ну вот, все, что мы видели, все мы озвучивали, а больше ничего не... Вот, вала, кстати, Фантом Лассер. Вот это мы не видели. И, кстати, очень смелое решение, сразу такая интересная заявочка. Ну и в итоге чинс стоят и формят. Здесь, кстати, интересный вард очередной стоит. И еще вард, неужели это будет выход на топ от команды WFI? То, что варды стоят именно под это. Могут, кстати, еще зайти на Рошана. Фантом Лассер фармит стаки. Блэйд Мейл появляется у Клакверка. Так, здесь у нас Т1 Тавр сейчас начнет активно просаживаться. 627 ХП на топе, тем временем аппарат у нас пытается подцепить бары. Есть ультимейт, стан и еще и баш прошел по-настоящему. Пытается ССФ как-то подцепить. Отличный хукшот. В итоге на развороте забрали. И этот размин 100% в пользу команды Чинс. Можно даже не смотреть Fighter Cup, но мы все время посмотрим. Да, и это прекрасно наблюдается. Лина тем временем пытается как-то спушить Т1 Тавр. Ну и потихоньку, помаленьку у нее это получается. Она прекрасно понимает, что сейчас уже подошел СФ. Вместе с Сэнкингом и готовы дефать этот Тавр. На боте Шейкер вместе с Фантом Лансером есть у нас. Айс Бласт аппарата. Это просто отпугивающий. Ну и пока что в роли пугача он отлично работает. А кстати у аппарата будет скоро появляться Аганим? Ну нет. 20 минуты абсолютно ничего нету для Аганима. Поэтому Аганим будет еще совсем не скоро. Зато есть вот Лотар у Лины. Причем она купила его почти райт кликом. Сейчас он уже приходит. Посмотрим как это реализовывать будут. Видят Герокоптера, видят также Клакверка. Вдвоем около Рошана находятся игроки команды Ченса. Здесь у нас также неподалеку находится Сэнкинг. А вот Сэф вместе с аппаратом находятся на топе. И им, да, Рошана бежать крайне далеко и крайне тяжело. Так, ну что же здесь у нас? Шейкер. Шейкеры цепляют. Есть стан. Бору страйк отлично проходит. Но сейчас пара бежит. И добежит ли он или отменит? Уже отменил по-настоящему. Здесь у нас находятся четыре игрока. Фантом Ланцер тем временем фармит у нас в лесу. Диффуза, кстати, купил. И теперь ему, кстати, можно идти воевать. Кстати, кстати, кстати. Да. И он очень будет сильно воевать. Здесь, посмотрите, Кентавр. Да, зажали бедного Кентавра. Ну, давайте смотреть. Здесь у нас интересное перемещение от команды ВФА. Ченс также находится на миде. Здесь у нас Санкинг. Выходить сейчас будет на Санкинга. Но Санкинг все прекрасно понимает и моментально отходит. Как же тяжело кого-либо цеплять. Когда команды прекрасно понимают все перемещения противника. Причем что одна сторона, что вторая сторона. Но неужели это выход на Рошана? Здесь у нас аппарат. Ультимейт. Бару моментально цепляют. Бара погибает от СФА. Ланцер тем временем на миде у нас за ДНЛ Т1 Тавер. И заход на Рошана от команды Ченс. Глянем на графики. А графики почти в ноль. Но от полторы тысячи опыта это совсем чуть-чуть. БКБ у Гирокоптера. И Рошан будет погибать. Шекер ничего не может сделать. К сожалению. Этот Керон один здесь находится. Фиссурой пытался как-то помочь убить Рошана. Ну а тем временем Фантом Ланцер на топе убивает Д2 Тавер. Уже убил по-настоящему Гирокоптер в погоне. Почти в погоне. Флэк Кенн отлично работает. И ребята продолжают просто фармить. Они серьезно просто фармят и все. И все действия на этом заканчиваются. И Ченс кстати несмотря на то что по счету допустим они проигрывают по Нетворцу. СФ Гирокоптер. Выше Фантом Ланцера и Лины. Но буквально на тысячу. На тысячу я думаю что по Галде преимущества. Даже тысячи нету. Но это за счет аппарата у которого 1600. Ну а в принципе все. Так бы преимущество было гораздо больше. На топе Сэнд Кинг очень смело фармит Сэнд Шторм. Здесь Фантом Ланцер появился неожиданно. И сейчас Сэнд Кинг будет врываться с эпицентра. Оооо. Вот это ультимейты которые использованы буквально в пачку крипов. Здесь у нас Мата. Хилит крипов. Также. Какая-то война крипов началась по-настоящему. Все вкладывают именно в крипов. А не в героев. Так. Ну а сейчас у нас ракетки летают. Ну что же. Ченс. Отправляются в сторону Рошана. Рошана уже давно нет. Посмотрите как хорошо Геррокоптер фармит. Свой Кэнона. На стаке. Стаке Эншентов. На топе продолжает фармить Фантом Ланцер. Фантом Ланцер купил себе уже Огр Клаб. И. Это будет что-то интересное. Мне кажется что это будет БКБ. Потому что 1200 голды. Он мог купить в принципе себе уже Сэнш. Ну а там и Даяша оставалось совсем чуть-чуть. Здесь у нас Сэнкинга зацепили. Лакуна и моментальный фраг. Отлично его устраивает для себя деньги в валик. У него 1400. Будет покупать себе Аганим. Есть уже половина Аганима. Ну и мы пока что продолжаем смотреть за развитием всей этой ситуации. 8-5 счет. 26-ая минута игры. И по-настоящему очень странно, что так мало фрагов. Просто реально мало. То есть у нас 13 фрагов. 25-ая минута. Это по пол фрага в минуту. Очень мало. Для нынешней меты. Нынешней доты. Ну и поэтому мы наблюдаем, как просто ребята фармят. Но зато потом файты будут гораздо красочнее. Так, ну что же мы продолжаем смотреть. Здесь ничего не происходит. Они просто фармят и фармят. И еще фармят. И еще фармят. Но мы видим то, что ченс немножко обгоняют. Хотя, наверное, по голде, да, начинают обгонять даже в фай. Потому что у них гораздо большая площадь для фарма. То есть у них вот так. Еще они топ могут подфармливать. А у ченсы нет такой возможности. Потому что они... Кстати, неизвестно, почему они так не делают. Но факт в том, что они не фармят на линиях. В основном они фармят тут лес свой. И за счет этого они уже просели почти на тысячу голды. Здесь нас Смоук Дазл для себя прожал. Есть здесь СФ. У СФ есть Аегис. ССФ будет крайне тяжело убивать. Есть у нас Форстаф у Клакверка. И есть у нас выход под смоками втроем от команды Ченс. Куда-то под топ. Но здесь опять же никого пока что нет. Нужно прилететь Фантом Лансеру. И да, кстати, Фантом Лансер будет покупать для себя БКБ. Здесь у нас Иллюзия СФ. Добивает отлично крипов. Ну и на топ никто не прилетит. Непонятный такой выход под смоками. Опять же, на удачу. Но удача на этот раз не на их стороне. Не на стороне Ченс. Но давайте смотреть дальше. На топ у нас тем временем выходит Лина вместе с Фантом Лансером. А смок уже давно рассеялся. Самое что неприятное. Лагуна уже есть. Есть также Аганим. Сколько дэмэджа? Дэмэджа 950. И пробивает, кстати, БКБ. Но здесь БКБ, мне кажется, особо-то и нет у команды Ченс. Есть только у СФ у Геррокоптера. Ну и на этом заканчивается очередной эпицентр в крипов. Ну что же такое? Ну хотя бы немножко пробела Фантом Лансера. Валик тем временем забирает у нас СФ. Хукшот по Сэнкингу. И неприятностью команды Ченс. СФ убили. Видимо, с Лагуны. Да, и у Лагуны сейчас очень маленький кулдаун. Всего 50 секунд. Можно абсолютно всех убивать. Главное, кого-нибудь найти. Задача просто не добить, а просто найти. Потому что дэмэджа у Лины очень много. Просто крайне много. Есть. Варды у Дазла продолжают все это дело ставить. Не забывают отлично. Отыгрывают. 29-я минута игры. Счет 9-5. В пользу команды ВФА. И сейчас заход у нас на Т2 Тавер. Есть вортификация. Аппарат получает ультимейт. И сразу дает ее на Лину. Подкоп. Бара тем временем врывается на Сэнкинга. Отличная фиссура. Кстати, у нас по троим буквально заходит. Здесь аппарат пытается как-то пробить Бару. Герокоптер встречает Бару. Барри очень неприятно. На половину ХП просел. Здесь стан мимо. Шекер нарывается буквально на Коге. Бара покупает себе БКБ. И отходят у нас игроки команды ВФА. Очень неуверенно дерутся. По-настоящему. Даззл поставил вард. Все это прекрасно видят. И нужно защищать свои стаки. Так, здесь у нас СФ фармил. В СФ копье. Лагуна моментально убирает аппарата. Бара вырывается. Герокоптер очень сильно просел. Ультимейт от СФ очень сильно просел. У нас товарищ Бара. Бара спасает Бару у нас. Грейвом погибает. И на война продолжается. Минус 3. Герокоптер продолжает настреливать. Фантом Лансер. Фантом Лансер пытается как-то убежать. Но скорее всего он уйдет. У него там барабаны и травела. Проблем у него нет. Но все равно. Рассмен 3 в 1. В пользу команды ЧНС. Видим то, что отыграли огромное количество голды. А именно 3 800 и 4 с половиной опыта. Герокоптер активно бьет эншентов. Ну и давайте смотреть. Здесь у нас по опыту 0. По голде пока что не обновилась вся эта ситуация. Но я думаю скоро обновится. И мы уже посмотрим на всю картину. МКБ появляется у Герокоптера. Очень правильное вложение. И скоро начнутся проблемы в фай. Потому что флагкэнон. Мне кажется сильно имбовый скилл. Просто чересчур имбовый. И его нужно фиксить. Потому что в лейте он убивает абсолютно всех. В стиле заходишь на хайграунд. На тебя начинают нападать на твою команду. Ты бьешь постройку. С флагкэноном. И убиваешь параллельно двух-трех игроков. Поэтому дело такое. Неприятное играть против Герокоптера. Так, ну что. Давайте смотреть на топе у нас. Лина пыталась кого-нибудь найти. Стан не успела дожидать. АСФ уже улетел на базу. Даззл перемещается так же под топ. Дрошаны остаются менее минуты. Вот клокверка сейчас видят. У клокверка могут начаться проблемы неожиданные. Попытаются зацепить бару, наверное. Но бары буквально прячутся за крипами. И действуют очень саевого, очень осторожно. И, кстати, Т1 Тавр до сих пор на боте имеется у команды ВФА. Это преимущество для команды Ченс, потому что сейчас у них немножко преимущество по голде и по опыту. И сейчас они еще заберут целую тысячу. До Рошана остается 10 секунд. Напоминаю, что это будет второй Рошан на карте. 33-я минута игры, 10-8 счет в пользу команды ВФА. Отлично. Рошан появился, но Ченс его пока что игнорирует. Заходит герокоптер, кстати, с волком. Отлично. И начинает очень быстро пробивать Рошана на топ. Тем временем ВФА зашли. Есть ультимейт аппарата, но он пока что не кидает. Вот кидает ультимейт аппарат. Валика задевает, СФ подбирает тем временем. А Егис сюда уже прилетели у нас. Бойцы, Ченс. Герокоптер готов воевать. Хукшот, Лину цепляет. Серьезная проблема Лины. Валик уже просеял на подводе ХП. Здесь у нас Шейкер спрятался. Готов давать Эхаслэм. Сейчас очень хороший может залететь Эхаслэм в троих-четверых. Эпицентр никого не пробил. Бара у нас в БКБ пытается как-то убежать. Ультимейт от СФ просто по никому. И, ну, нужно кого-то цеплять. Бара, разбег, сбили. Отлично. Минус, первый минус для команды Ченс в этом замесе вообще. Давайте смотреть на Файтрекап. И в итоге просто разбежались в Фай. Непонятно начали действовать, честно говоря. То есть отдали Рошан и не смогли спушить. Тут чуть-чуть немножко пробили на 600 ХП. И отошли. Линка у СФ. Так, ну и давайте смотреть дальше. Кстати, у СФ ровно 300 крипов. Это топ крипстат на карте. И посмотрите, вот. Да, пассивная игра, но зато какие крипстаты. То есть 295 Гирокоптер, 288 Фантом Лансер, 237 Лина. И есть 300 у Гирокоптера и у СФ. Отлично крипаются. Ну и видно то, что по Нетворсу они отлично крипаются. Так, ну что же. Война-то продолжается. На топе тем временем Гирокоптер погибает. Все-таки Лина теряет свой потенциал. Потому что Лагуна уже не так сильно пробивает. Тычки еще не такие больные. Поэтому она покупает себе в скором времени какой-нибудь дезолятор. 20 уровень, кстати. И в итоге вот видите всю картину, когда игра идет очень пассивно. То есть все богатые. Давайте посмотрим на уровень. Тут 3.20, 18, 15, 9 уровень аппарат. Очень сильно просел. Мат пытается что-то найти. Здесь у нас об сервере Вард стоит. Прекрасно видят Дазла. Сэнд Кинг пытается кого-то подцепить на боте. Шекер тем временем спрятался. Ну и в итоге ничего такого супер опасного не происходит. На топе, мне кажется, забрали что-то. Нет, ничего не забирали. Перемещение СФ от трех игроков команды Ченс. Кстати, немножко подлагивает. СФ прилетел. Непонятный телепорт. Да, начались лаги у Дота. Вечерняя Дота. Здравствуйте. Она периодически бывает лагает. Поэтому все нормально. Почему на нем пассивка действует СФ? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какие лаги пошли у Доты. Здесь у нас... Ну, кстати, все нормально. Вроде бы выровнялось. Или нет? Нет, не все выровнялось. Аякис пропадает через две минуты. Возможно, даже еще меньше. С 13 сезона вторая игра в ФА против команды Ченс. И сейчас Ченс делает такой небольшой камбэк. То есть, видимо, по графикам, что все очень непонятно. Еще не определено. Но ребята продолжают воевать. Причем обеих команд. Давайте смотреть. Так, ну а что же здесь у нас? Здесь у нас мейджор, который спрятался. У которого имеется эпицентр. Даже гем у него есть. Но сейчас он попытается заспить хотя бы шейкера. Эпицентр каст. Это обманный эпицентр. Но не удается в этой игре Санкинга реализовать по задумке стопроцентно. То есть, пока что я не видел, чтобы он давал очень хороших эпицентров. Он либо дает в какие-то БКБ, либо он их просто не дает. Либо он дает в никуда, потому что ребята уходят. Убили, кстати, Клакверка. Ну, Длина пока что выполняет очень хорошо свою роль. Пока что Лагуна хотя бы как-то пробивает более чем наполовину. Она их убивает. И тем самым уже купила себе все-таки БКБ. Все-таки это не дезолятор. Так, ну что, давайте смотреть дальше. В итоге-то очень-очень долго игра. На Творце уже почти у всех за 10 тысяч. Особенно у аппарата. Который 0-3-1. Очень мало участвует в файтах. Очень часто погибает. Но зато он не фидит врага. Давайте вообще посмотрим по убийствам, смертям, ассистам. 10-2-0 валик. Просто великолепно отыгрывает. Так, ну и вот сейчас мы смотрим. Тут у нас что-то... Интернет немножко провисает. Здесь у нас тусовочка-то продолжается на топе. Лина спряталась. Лина спряталась, тп-аут делает и уходит на телепорте. Все у нее великолепно. Так. Ну и Ченс продолжает гулять по собственному лесу. Продолжает фармить. 20 тысяч на Творце. Первые 20 тысяч на Творце. Есть у него Иглсонг. Ну и это будет у нас бабочка. А если у кого-нибудь МКБ? А МКБ нету. И нету некуда их по-настоящему разместить. Это снова та ситуация, когда СФу будет очень сложно пробить. Давайте смотреть. Задучки работают. Крипы погибают. И Лина продолжает фармить. 3 500, кстати, у нее есть. Ой-ой-ой, сейчас на топе у нас, похоже, будут цеплять Санкинга. Ну а тот моментально даггер аут. Что же так? Все серьезно. У команд, то что даже убить, зацепить очень тяжело. Рошана еще нету в районе 3 минут. Ну а поэтому мы просто продолжаем ждать каких-то файтов, каких-то экшен действий. Но пока что они не происходят. Лина гуляет по карте. 3 500. Кстати, возможно, она тоже будет покупать бабочку. Но зачем покупать бабочку против гирокоптера с МКБ? Кстати, гирокоптер тоже покупает бабочку себе. Очень интересное вложение. Здесь, кстати, Лина спряталась. И в лотаре бегает. А там у кого-то гем. А гем у Санкинга. В итоге, Лина просто улетела. Гирокоптер. Продолжает фармить до Рошана. Остается менее 2 минут. Напоминаю, дорогие друзья, что... Это будет 3-й Рошан. До 3-го Рошана у нас остается совсем чуть-чуть. Это сырный Рошан, напоминаю. И что же будет? Что же будет? 2-12-9 счет в пользу команды ВФА. Ну и давайте смотреть. Здесь у нас Лина продолжит крепаться. Скади появляется у Фантом Лансера. Добавляет ему толстоты. 2 с половы у него ХП. Вот меня это, кстати, оторвало. Интересно, очень действует. И сейчас, похоже, будет выход под смоками от команды Ченс. Или нет? Зачем мне в пятером-то собрались? Что же? Что же будет? Что же будет? Давайте смотреть. Что же? У аппарата аж двое смоков. Так, ну и что? Смотрим. Никуда не выходит. И это развод на иллюзию Дазла? Да уж. Да уж, да уж, да уж. Здесь у нас Кентавра вовсе стоит и ожидает Камнеголового друга, который появится прямо сейчас. Видим, сыр есть. Все отлично. Можно заходить к командам и забирать. И валик видит Кентавра. И валик видит Кентавра, Кентавра будет убивать. Хотя бы успел добить, 76 голды получил у нас валик. Ракетка залетела. Перемещение от Ченс на бот, чтобы поближе к Рошану. Чтобы, если что, ему помочь умереть или не умереть. Бабочка появляется у СФ, и это зеленый знак, что можно начать воевать. Но, тем не менее, у него нету байбэка. У него нету байбэка. И, мне кажется, нужно все-таки подождать, пока что у Гирокоптера появится бабочка. И там уже начать месиво. Фантом Лансер просто никого не сможет пробить из-за бабочек. Так, ну здесь у нас что-то непонятное происходит. Бара уже делает разбег на Сенкинга, который на клиффе. Ой-ой, как неприятно. Сеншторм. БКБ прожимает у нас Бара. Бара начинает воевать. Очень неприятно. Фантом Лансер уже забрал аппарата. Здесь война. Виф прожимает Даззл. Очень больно Барри. Бара. Бара. Ультимейт от СФа. Отличный ультимейт. Шейкер очень сильно просел. Здесь Гирокоптер начинает настреливать. Очень больно. Всем игрокам в ФА. Минус 3. И что же? Что же, что же, что же? Фантом Лансер ушел. Алина вот в инвизи стоит. В лотаре буквально. Ну там Сенкинг. Там Сенкинг с гемом. И третий Рошан достается Ченс. Мне кажется, что это такой небольшой переломный момент для команды ВФА и Ченс. Все-таки ребята отбились. Файт был в пользу команды Ченс. Еще и забрали Рошана. Теперь есть Аегис у СФа. А сыр у нас у Сенкинга. Но я думаю, что стоит все-таки отдать Гирокоптеру. Хотя Гирокоптеру что-то интересное летит, наверное. Ему летят Трвала. Так, здесь у нас что? Лина. Боится уже СФа. И ребята начинают проводить агрессию на боте. Заход на Т2 Тавер. Варды у Дазла. Валик. Валик. Проблема у Валика, потому что Сенкинг с гемом. Видели Рину. Но не зацепили. Стан мимо. Зато Фиссура попадает. В линку что-то прожали. Но это не ультимейт было. Хорошо. Это Бара, скорее всего, делал разбег. Да. Именно так. На топ у нас перемещение происходит. Забрали, кстати, очередной внешний Тавер. И у ВФА еще есть два внешних Тавера. Давайте взглянем на графики. Графики такие просто. Горы. Горы. Серьезные горы. Два тысячи. Но отыграли у нас игроки. Ченс. По голде. А по опыту. Начали только потихоньку, помаленьку вести. Еще и Аганим у Клакверка. Теперь хукшоты очень часто. Здесь у нас Лина. Лина. Серьезная проблема у Лины. Лина прожимает БКБ. Пытается как-то уйти. Лина. Очень больно. Лине Бара уже делает разбег. Ультимейт от аппарата. Заходит просто в цель. И гирокоптер оформляет на ней фраг. Киллинг Спрей. Отлично. Фраги вроде бы пошли. Пошел замес. Пошел экшен. Наконец-то. 46 минута игры. Мы дождались этого момента. И сейчас у нас будет пару турокуфайтов. И я думаю, игра будет подходить к своему логическому завершению. Наконец-то. Вот знаете, вспоминается китайская дота. Вот эта игра это отголоски китайской старой доброй доты. Когда команды фармят, не убивают, но потом пару-тройку лютых файтов, и на этом игра заканчивается. Т2 упал. Очень быстро гирокоптер добил. И можно спокойно идти на хайграунд. Лины-то нет. На байбэк не смогут развести, потому что его нету. Вив. Хукшот. Шейкер серьезно встревает. Подлетает также Сенткинг. Очень больно Шейкеру. Шейкер уже отошел. Бара делает разбег. Отменяет разбег. Здесь Сэп вовсю долбит. Т3 Тавер. Голые бараки. А дефать просто нереально. Просто нереально. Здесь на пару гирокоптер с СФом их убить невозможно МКБ, потому что нету Фантом Лансера. В итоге забрали милишные бараки. И отошли. Просто отошли. Но давайте ждать. Давайте ждать, потому что экшен 100% будет. Уже совсем скоро. Уже совсем рядом. Продолжают. На боте, кстати, посмотрите. Вон Том Лассер пытается спушить Т3 Тавер. Пытается уйти. Есть у него БКБ. Не смогли его никак остановить. И, кстати, очень хорошо пробил Т3 Тавер. А Егис пропадает через 2 минуты примерно. Сэнкинг с сыром. А гирокоптер все-таки не стали ему отдавать. Но зато у него есть Травела. Хекс у Сэнкинга. Вот это серьезно уже. А это мы пошли. Даже у саппортов. То есть у нас там. У Клокверка гоним. У товарища. Сэнкинга есть Хекс. И даже аппарат начинает потихоньку, помаленьку закупаться. У СФ появляется Травела. И по боту отправились игроки команды Чен. С тем временем потуп отправился Фантом Лансер. Фантом Лансер также продолжает набирать обороты. Он начинает быстрее пушить. Сейчас еще появится Монто Стайл. И тогда дело вообще пойдет в гору. Но по Нетворцу все равно он очень сильно отстает от гирокоптера, мейнкерри команды Чен. А именно на 4000. Крипов активно добивают. Аппарат отправил ультимейт на топ. И Фантом Лансер. Понимает, что это зеленый свет для него. Все-таки можно сейчас подпушить Т3 Тавер. Который так пробит очень даже неплохо. Но тем временем у нас СФ заходит на бот и просто нагло начинает бить Тавер. И самое интересное, кто быстрее сломает. Здесь был фуловый Тавер, а здесь у нас пробито. И в итоге Т3 пробивает Фантом Лансер. Это серьезная, мне кажется, ошибка. Но Милишный Барак я начал бить. Видимо, начал волноваться. А здесь Т3 не упало. И в погоню вышли за вот этой великолепной тройкой Ченс. Но в итоге Фантом Лансер спасся. Ой-ой-ой. Посмотрите на этот счет Фантом Лансера. Одно убийство, один асист, ноль смертей. Теперь вы понимаете, что делает этот Фантом Лансер абсолютно всю игру. И под Крипстат он находится на первом месте. Кстати, на боте у нас вырывается Клокверк. Лина очень больно на линии. Лагуна пытается пробить Клокверк. И здесь у нас ультимейт от аппарата. В итоге сейчас Лина уже будет погибать. Клокверка пытаются обнаружить. Но Клокверк не погибнет. У него еще хукшот. Можно врываться в мату. Мата, мата, мата. Нет информации о мате. Вот на топе сейчас проблемы будут, скорее всего. Фантом Лансер снова отправился. И что же будет? Гирокоптер с аппаратом на пару. Фантом Лансер, серьезные проблемы. Отошел моментально и проблемы исчезают так же. Фантом Лансер отошел. Сюда уже летит вовсю Гирокоптер. А Фантом Лансер очень недалеко отошел. С доппингангера он завейдил ракетку. И у него все идеально. Сейчас на бот у нас будут заходить. Фортификация есть. У команды ВФА и Шейкер. Фиссура отрезает. Но у Гирокоптера дальний дэмэдж. Да и у СФ. И сейчас Тавер падает. Тавер падает. Голые бараки. Фантом Лансер уже на топе. Но здесь у нас Клакверк. Клакверк будет останавливать Когами. Коги останавливают. И сейчас бараки будут просто падать в наглую. Эхо Слэм. Очень больно. Но никак не пробивает. Отличный ультимейт от СФ. Шейкера спасает Грейв. Очень больно пробивает по-настоящему Фантом Лассер. Эпицентр. Эпицентр. Наконец-то. Отличный эпицентр. Минус 3 байбэки. Пошли 2 байбэка от команды ВФА. Очень сильно просил Фантом Лассер. Фантом Лассер начинает меситься. Просто с гигантами. Такие титаны борются. Отличный ультимейт аппарата. Гирокоптер забирает Шейкера второй раз. Трипл килл от Гирокоптера. Здесь Гирокоптера месяц. Месяц Гирокоптера. А у него нету байбэка. Точнее нету Аегиса. Фантом Лассер погибает. Ультра килл. Ну и сейчас СФ у нас добивает бойцов. Дабл килл. На байбэке просто развели. Сломали бараки. И пора мне кажется отходить. Отходить. Гем теряет все-таки Сент Кинг. И СФ уходит. А на топе тем временем уже вовсю Дефрит. Клакверк все хорошо у команды Ченс. Просто посмотрите на эти графики. 7000 голды отыграли Ченс за этот файт. И по опыту кстати ничего. Даже проиграли 400 по сути. Но графики. Есть графики. Горы падают вниз. У нас такой склон. Буквально трамплин. А здесь просто что-то непонятное. Ну вот здесь прям горы-горы. Вот он уровень моря. И скоро гора дает до уровня моря. Прям такой хребет. Вырисовывается. Сатаник появляется. И СФ просто запакованный полностью. 52-ая минута игры. 30 тысяч нутворса. 6 слотов у СФ. А можно кстати еще грейдануть допустим травела. Но это уже использование средств не по назначению. Потому что я особо не вижу смысла во вторых травелах. Точнее в грейдженных. Поэтому дело такое. Ну здесь отбиваются спокойно от фантом лансера. И самое что интересно. У ВФА нету байбеков. Но тем не менее они проводят агрессию. Владимир. Сэн Кинкенс. Покупает. И теперь есть еще и вампиризм. Хотя у всех он был. Кроме клокверка, аппарата. Но это не так серьезно. И посмотрите. Сейчас что-то очень опасное будет от команды ВФА. Пауза от Дазла. И видимо валик очередной раз отключается. Ужас. Ужас. Просто ужас. Тянут время. Игра длится почти час. Ну что же у нас будет. Давайте еще раз взглянем на предметы. Просто огромное количество предметов. Вот теперь. Даже аппарат начинает покупать аганем. У-у-у. А кто, кстати, из саппорта ВФА. Примерно такой же, как и аппарат. Дазл. У Дазла есть форстаф. Есть арканы. У шейкера даггер. Форстаф. Вот, кстати, Сенкинг очень хорошо запакован. То есть он выезжает как еще один персонаж с сайтом ими хорошими. И мне кажется, сейчас у нас будет выход под смоками от ВФА. Так, ну все-таки продолжают держать паузу ВФА. Абсолютно никуда не торопятся. Ну а мы просто ждем. Я напоминаю, что это вторая игра. Ченс ВФА. Первую забрали Ченс. Причем очень быстро. А вот во второй уже противостояние очень серьезное. Готовы продолжать. Игроки. Смок будет? А смока нету просто. Пингу так, именно по карте. Рисует еще план Капкан. В итоге Бара бежит. А Бара, кстати, бедный. Несмотря на то, что у него есть Мидас. Но у него 9 смертей. И это как бы его оправдывает. 10 секунд до Рошаны. И этот Рошан будет, скорее всего, решающий. Хотя Ченс еще очень долго могут отбиваться. И непонятно, кстати, кто в Лейте-то сильнее будет. Но Фантом Лансера много. Но он миссает очень много. Потому что у него нету ни МКБ. Ничего такого. Вот. А допустим, у СФ 25 уровень. У него все уже есть. То есть вот. СФ на пике. Гирокоптер почти на пике своего развития. Доминатор в Сатаник. Переделать. И все. У аппарата появился Аганим. Наконец-то. Просто наконец-то. И СФ увезет. В руне. Он подбирает дабл деммер. Сейчас в соло, считай, может забрать Рошана. В итоге Рошана в ФА и отдают буквально без боя. Выкладывает доминатор Гирокоптер. Потому что есть Владимир. Это просто великолепно. И у аппарата теперь сыр. Доминатор выложили. Есть Владимир. Все хорошо. Но проблема в том, что если аппараты вырубят, то у Гирокоптера абсолютно никакого нету Аджора. Зато вот у СФа есть Сатаник. Травола у Лины. На топе тем временем у нас Фантом Лайсер. И мне кажется, нужно команде Ченс отправиться просто по топу. Забрать последний внешний тавер на этой карте. И заходить на последнюю сторону. Здесь у нас рейнджевые бараки остались. Так, Фантом Лайсера пытаются вычислить. Вычислить Фантом Лайсера. ТПА делает. И его не находят. Просто никак. Никак его не нашли. И уходят. Пушить крипов на топе. Смотрим. Кстати, на беде тем временем у нас начинают пушить игроки команды ВФА. И вероятность того, что здесь будет что-то в стиле размен тронов, очень высока. Смотрим. Это два тавера. Пытаются бэкдорить. Бэкдорить вроде бы у них получается. На базе уже аппарат. Аппарат готов выдавать ультимейты. Но! Не стоит забывать, что у гирокоптера тогда нету... Аджора. Абсолютно никакого аджора нету. Зато последний Т3 тавер, похоже, сейчас будет падать. А Фантом Лайсера просто вынужден дефать. Эхо слэм по двоим. В лед. Бара отлично вырывается на Сенкинга. Очень больно. Сэп погибает. Можно делать байбэк. Здесь нас тем временем выживает. Минус два для команды ВФА. И можно делать байбэк. Пять секунд до возрождения гирокоптера. Гирокоптер. Гирокоптер. Стан есть. Еще один стан. Отличный в лед от Клокверка. Фантом Лайсер. Похоже, Фантом Лайсер посильнее будет гирокоптера. Сыр не успел поражать. Баши проходят. И здесь у нас на Сенкинга летит СФ, СФ. Отменил. Отменил. Ой-ой-ой, проблемы. Клокверк погибает. Очень печально. Очень печально для команды Чинз. В итоге с байбэка у нас... Товарищ. Ну и сейчас у нас снова качели. Горы пошли снова вверх. Вот это прям долина какая-то. С вулканом. И снова в горы. Горы пошли. Высокие горы. Так. Отличный ультимейт аппарата. Кстати, да. Вот. Отлично отметили у нас дорогие зрители. То, что можно еще покупать муншард. Но, мне кажется, до этого дела не дойдет. Хотя, кстати, скорость атаки у СФ не такая высокая. 0,54. Поэтому можно купить. Но это дороговато. Будет сколько он там стоит. Так, секунду. 4,300. Пытаются кого-либо подцепить. Давайте уже переключим на графу байбэков. Потому что нетворсы, они особо-то и бесполезны. Тут 30 тысяч, 28. И, кстати, проблема в том, что сейчас Вентон Лайсер наберет свои обороты. У него сейчас МКБ появится и он начнет убивать. Проблема гирокоптера была то, что у него не было никакого отжора. Сейчас у него есть сыр. Но от сыра не так много толку. Вот, выложил сыр. И он купит себе сейчас Сатаник. Есть Сатаник. И теперь он почти запакован. И еще пару-тройку муншардов. Здесь под смоками ТВХ бегает. Аппарат отключился. Кстати, у него какие-то проблемы. 1400 голды. По нетворсу он обогнал Дазла. У Дазла все еще хуже. У Шекера тоже не так все хорошо. А вот Сенкин 15 тысяч. 18 у баррель. Проблема в том, что у ВФА еще далеко не все герои шестислотовые. Но при этом они очень хорошо дерутся против Ченс. Где уже два персонажа шестислотовые есть. Саппорты, у которых Хиксы, Даггеры, Владимира. Они дерутся абсолютно на равне. Но все-таки неприятно заходить на хайграунд. И тем более, с следующего раза, когда они зайдут, Т3 упадет. И без Тавара гораздо сложнее воевать на том же хайграунде. Поэтому проблемы могут быть у ВФА. Им нужно сейчас держаться. В принципе, к команде Ченс. Возвращаемся к графе байбеков. И, в принципе, можно больше не переключать. Хотя давайте крипов глянем. Тут абсолютно у всех крипов более 100, кроме аппарата. 400, 599. Просто самая долгая игра. Пока что. Точно. Ну, что у нас? Пауза стоит. Чекают у нас Рошана. Телепорт дает Дазл по непонятной причине, по-настоящему. Что это за телепорт-то был? Что-то в стиле отпугивающего телепорта? Или что-то? Непонятно. В общем, у Сэнгинга появляется травла. Мне кажется, у всех уже есть травла, кроме аппарата и Дазла. Именно так. Ну, еще у Шейкера вообще абсолютно простой ботинок. Но у него зато есть Дискорд. Бара. Фармит эншентов. До Рошана остается менее 5 минут. Ну, и Сэв такой бодрый, бегает. Очень плотный. Хотя вот по-настоящему можно как-то линку заменить. Она не так сильно ему и помогает, но... Можно еще собрать, допустим, дэмэдж. Какой-нибудь-то дэмэдж. Сэнгинг устраивает Деварды. Здесь у нас на медиа ВФА. В четвером под самоками или в пятером под самоками отправляются во вражеский лес. Ну, и Чинс опять же находится абсолютно в другой точке. И сейчас заходит у нас Фантом Лансер первый. Гирокоптер встречает БКБ. БКБ на БКБ. Здесь у нас раздуплился уже Фантом Лансер. ВИФ. Аппарат Ультимейт. Очень неприятно. Здесь у нас пытаются как-то ультить. Очень больно линия. Эпицентр очень плохо заходит. Хотя вот, кстати, пробил очень хорошо. Саппорт. Здесь погибает, скорее всего, СФ. СФ погибает. 119 секунд в таверне. Без права на байбэк. Хотя минус 3 уже Фантом Лансера можно пробить. Пробить! Пробить Фантом Лансера! Дуппельгангер. Дальше. И убивает. 122 секунды в таверне. Минус 4. Последняя лина, она у нас на базе. Отлично подрались. В итоге, размер 1 в 4. Но СФ 100 секунд в таверне без права на байбэк. И сейчас просто сломяя голову, Чинс отправляется бежать на хайграунд команды ВФА. Лина. Ультимейт аппарата. Серьезные проблемы. Хекс. Не попадает, кстати, ультимейт аппарата. Спасается буквально на пикселе. Ну и вот зашли. 60-я минута игры. Час. Играют ребята. Очень сложно для них это дается. И последний Т3 падает. Байбэк. Сделал у нас первый игрок. Бара. Ну и остались бараки. Бараки остались. И будут мега крипы. А с мега крипами гораздо сложнее ВФА и будет выходить из базы. И совсем скоро, кстати, появится у нас Рошан. Менее 3-х минут. Полторы минуты, мне кажется, осталось. Вот видите, мигает. И сейчас вот закончится мигать. И полторы минуты будет. Давайте посмотрим. Санкинг стоит. Ого. Так, ну и вот мигать. Мигать продолжает. Здесь у нас что-то пингует. Неужели будет какой-то выход под смоками? Да, есть у аппарата смок. До сих пор мигает. Что-то здесь не так с этим таймером. Ну что сейчас будет? Сейчас вот закончится. И полторы минуты будет. Да. Почти полторы минуты. Отлично. Ну что ж, 62-я минута игры. Счет 19-27. В пользу команды Ченс. И вы заметили, какой маленький показатель убийства смертей на этой карте? То есть, 19 плюс 27, это меньше 60. То есть, меньше фрага в минуту. Ужас. Просто ужас. Не любят воевать. Но вот зато, например, Лина очень любит. То есть, у нее 13 фрагов из 19 возможных. Два асиста есть, поэтому 15. 4 фрага, которые она пропустила. Видимо, она просто была мертва. И Хекс появляется у Лины. Нетворсы, секунду. Кстати, мы забыли обсудить вот этот интересный, крайне интересный артефакт. Это Lotus Orb. Серьезно. Серьезная заявочка. У СФ здесь 3500. Интересно, будет все-таки он покупать Муншарт или не будет? Сколько там байбэк стоит? Байбэк уже крайне дорогой по-настоящему. До Рошан остается 30 секунд. Голые бараки. Голые бараки стоят. Добивать бараки и потом добивать ВФА. Хотя отбиваться сейчас от этих мегагрейпов очень просто будет команде ВФА. А здесь, кстати, тоже потихоньку просаживаются стороны. Ну, здесь, кстати, фуловый тавер стоит. Зато вот на боте пробитый. И СФ просто ждет. Дабл дэмэдж. Снова дабл дэмэдж. До Рошана 10 секунд. А СФ отошел. Ой-ой-ой. Ну, Койла фармит. Големов. Сейчас урожай будет. Есть Рошан. Есть дабл дэмэдж. Отлично. ВФА, мне кажется, уже выходить не будут с базы. Видим Рошан. Как же быстро падает этот Рошан. Очередной Рошан на этой карте. 64-й минуты игры. И он достается команде Ченс. На этот раз. Муншард. Муншард. Саша Яша. Нету Саши Яши. И теперь... Скорость атаки очень долгая. Что это такое? Муншард. Где Муншард? Есть рецепт на Муншард. Но самого Муншарда нету. Он сейчас подберет Сашу Яшу. Продаст Сашу Яшу. Купит Муншард. Вложит в себя Муншард. И эта игра считай ва-банк. Так, смотрим. Продает. У него огромное количество голды. Муншард. А сколько не хватает дабайбэка? 200. Совсем чуть-чуть. Муншард сколько дает? Отлично. Две тычки в секунду. Ну и давайте смотреть. На травелах. На топ. Приходит. Какая же долгая игра. Какая же долгая игра. 65-ая минута игры. Счет 19-27. И сейчас Ченс готовится зайти на хайграунд. На последней бараке команды. В ФВА. Ну же. Есть Койл. Еще один Койл. Будут стараться отбиваться. Здесь у нас Фантом Лансер стоит в бочине. Эхо. Слем. Ой, как неприятно. Ультимейт от аппарата. Больно игрокам команды ВФА. Погибает уже Шейкер. Здесь аппарат подается пробить. Минус 2. Отличная, кстати, лагуна. Сейчас будут убивать Геррокоптер. Геррокоптер погибает. 99 секунд таверни. Здесь Фантом Лансер. Фантом Лансер. Не могут найти Фантом Лансера. Нашли Фантом Лансера. Минус Фантом Лансер. Есть байбэк. Хекс. Ну и, в принципе, игра подходит к своему концу. ГГ. Крайне тяжелая. Просто самая-самая тяжелая игра за сегодня для этих команд. 66-ая минута. Трона пора падать. И Ченс побеждают со счетом 2-0. Трон упал. 65-29. 20-33. Ну и что, дорогие друзья. Очень тяжелая игра для обеих команд. Потому что фрагов очень мало. Нужно было очень много фармить. Ну и поздравляем команду Ченс. Они проходят по сетке дальше. Давайте обновим сейчас сетку. Я думаю, что у нас игра была самая долгая. И сейчас уже результаты должны быть. Хорт или F17. F17, кстати, очень сильный коллектив. Прямо все именитые игроки. 1-05. 1-05. Давайте посмотрим на интересные цифры. Но здесь ничего такого нет. Ну вот, допустим, Фантом Лансер убил всего троих. У него 5 ассистов. Неплохо. Так, сетка. Сетка, к сожалению, не обновилась. Но знаете что? Ченс побеждает и проходит по сетке дальше. Всем огромное спасибо. Для вас сегодня работал и комментировал на шестом канале я, Доггер. Если хотите поддержать как комментатора, можете подписаться на группу ВКонтакте. Всем еще раз огромное спасибо. И увидимся на следующих стримах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok